А сейчас мы с вами сделаем наш первый шаг к созданию нашей персональной системы контекстного планирования. Для этого, пожалуйста, откройте рабочие тетради на странице 7, и наша задача сейчас определить наши старые и новые контексты. Итак, задание. Нам необходимо выявить наши типовые личные контексты. Нам нужно сформулировать задачи, привязанные к этим контекстам. И, наконец, нам необходимо определить способы организации контекстного планирования. Давайте рассмотрим представленный пример. Очень часто в нашей с вами практике, я надеюсь, что это не только в моей практике, но и в нашей с вами практике, бывает такая ситуация, что мы встречаемся с кем-то и говорим, что-то я хотел с тобой обсудить, но вот сейчас забыл. Ладно, вспомню, позвоню тебе. Бывает, не правда ли? Вот и у меня так было, особенно при встрече с моим руководителем. Он у меня чрезвычайно занятый человек, и поэтому, когда он меня вызывал для выяснения каких-то вопросов своих со мной, я, решив эти вопросы, после этого очень хотела бы воспользоваться минутой и решить те вопросы, которые возникали у меня, к моему руководителю. Но, к сожалению, именно в этот момент все эти вопросы благополучно выскакивали у меня из головы. Что я придумала на эту тему? Я создала папку, на которой написала «Шеф». Любые вопросы, которые у меня возникали к моему руководителю, я обязательно фиксировала на бумаге, и этот лист бумаги благополучно укладывала в эту папку и забывала о нем. Если у меня возникали какие-то несрочные документы, требующие его подписи, я группировала эти документы, писала некий сопроводительный документ и тоже их укладывала в папку. Итак, давайте посмотрим, что в результате у нас получилось. Первая строка, контекст, когда удастся переговорить с директором. Привязанные задачи. Мне необходимо получить подпись на документы. Мне необходимо согласовать информацию в каталог. И, наконец, мне необходимо утвердить программу конференции. Как организовано контекстное планирование? Контрольный список вопросов в папке. Обратите внимание на то, что указано в скобке с вариантами решений. Практикуем не открытые вопросы к руководству, а практикуем сразу вопросы с готовыми вариантами решений. Если вы являетесь руководителями, то настраиваете ваших подчиненных действовать точно так же, экономить ваше время и заодно расти самим. И, наконец, перечень документов на подпись и согласование. Теперь, в тот момент, когда у моего руководителя возникает ко мне какой-то вопрос, я, как у Жванецкого, у нас с собой было. Я хватаю папку, в которой у меня все вопросы представлены, и мчусь к своему руководителю. Выяснив с ним все вопросы, которые возникли у него ко мне, я задаю вопрос. А сейчас у вас осталось еще немного времени. Получив утвердительный ответ, я раскрываю свою бесценную папку и выясняю все возникшие у меня вопросы. А теперь, пожалуйста, заполните таблицу, которая у вас представлена внизу. Итак, первая строка – это то, что вы уже учитывали при планировании ваших дел. Возможно, у вас уже был контекст, ваш клиент, ваш заказчик, ваш какой-то особо важный объект. И вы по отношению к этому объекту все вопросы группировали, составляли список этих вопросов. А при встрече с данным объектом прямо шли четко по списку и выясняли все накопившиеся у вас вопросы. Если такое было, запишите, пожалуйста, как вы учитывали это при планировании, каковы были привязанные задачи и как было организовано контекстное планирование. Возможно, с помощью отдельных разделов в ежедневнике. Возможно, с помощью какой-то отдельной папки на компьютере. Возможно, с помощью, там, еще какого-то раздела в Outlook. Возможно, с помощью стикеров и так далее. И далее, пожалуйста, запомните нижнюю строчку таблицы. Это тот контекст, который вам не приходило в голову учитывать при планировании, но который сейчас вы уже решили учитывать. Итак, напишите, пожалуйста, данный контекст, напишите привязанные задачи и как вы будете организовывать контекстное планирование. Пожалуйста, сейчас нажмите на паузу, заполните эту таблицу и обязательно возвращайтесь к нам. Спасибо. Итак, вы заполнили таблицу. И сейчас мы начинаем осваивать новую технику. Технику долгосрочного планирования. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Как мы привыкли планировать на какой-то длительный период? Мы составляем себе план на месяц, план на квартал, план на полугодие, план на год. Все это носит весьма жесткий характер. Мы предлагаем другую технику. Технику долгосрочного планирования, которая основана не на правилах жесткого перечня задач на определенный период времени, а на жестком правиле перемещения задач из одного накопителя в другой. Итак, посмотрите, пожалуйста, у нас с вами три накопителя. Накопитель задач на день, там, где у вас стоит единица. Накопитель задач на неделю, там, где у вас стоит семерка. Итак, раз в неделю вы просматриваете список ваших годовых задач, то, что вы запланировали на год. И то, что у вас дозрело до выполнения на следующей неделе, вы перемещаете в список задач на неделю. Смотрите, в чем удобство данной техники. Мы не забываем про задачи, которые мы запланировали даже на следующее полугодие. Иногда так бывает, что у нас именно сейчас очень удобный момент для решения какой-то задачи, которая сейчас у нас в плане не стоит. Ну, например, мы хотим пролоббировать там какой-то проект, и мы эту задачу выделили на следующее полугодие, спланировали. И вдруг именно сейчас у нас очень удачный момент. Мы проводим какую-то конференцию, у нас веб-персоны здесь все присутствуют, у нас крупнейшие представители бизнеса здесь, чиновники здесь. И нам очень удобно устроить здесь некие экспресс-переговоры на нужную нам тему. Но мы забыли про эту задачу, она у нас не перед глазами, она у нас запланирована на какой-то дальний период времени. И мы просто сейчас не используем очень удачную возможность для решения вот этой задачи. В дальнейшем...